Существует ли в мире народный автомобиль? Конечно, скажете вы. Это Volkswagen. И будете совершенно правы. А существует ли в Магнитогорске народный автомобиль? Доступный, качественный и надежный, и новый. К которому приложили руки создатели немецких бестселлеров, типа Жука, Гольфа, Бору и Пассата. Есть и не один, и не десяток, и не сотня, а гораздо больше. Это Шкода Октавия. Автомобиль, который не вызывает удивления на улицах. А зря. Мы не будем подробно описывать технические характеристики этого приятного создания, но раскроем причины популярности Октавии. Мы открываем для себя, именно для себя, еще одну достаточно известную модель марки Шкода. Шкода Октавия. Почему мы открываем? Да потому что большинство магнитогорцев, ну или немалая часть, ездит на этих автомобилях. И, кстати, ездят довольно успешно. Машина продается 6 лет, а в городе Магнитогорске у официального дилера фирмы Авторитет эта машина в ходу уже почти 4 года. И что за 4 года произошло? Да ничего не произошло. Еще ни одну машину не удалось убить. Хотя, мягко говоря, дороги в Магнитогорске у нас не отличаются большим качеством. А трамвайные переезды и открытые колоденные люки – это все то, для чего создана подвеска этой машины. Первой моделью, созданной на унифицированной платформе Volkswagen, стала Октавия. Модель была спроектирована на базе платформы А4, Golf MK4. Однако по габаритным размерам находится между сегментами C и D. Выбор кузовов, пятидверный фастбэк, хэтчбэк с отдельным объемом багажника и универсал комби. Машина Skoda Octavia заслужила свою популярность и временем, и полюбилась своим хозяевам. И ради этого концерн Volkswagen Audi, даже выпустив новую модель, оставляет и эту. Еще два года. Так что тем, кому полюбился достаточно классический образ Skoda, они могут ее приобрести. И вот еще новинка от фирмы Авторитет. Ровно через месяц с небольшим, второе поколение Skoda Octavia появится в салонах. И вот тогда мы сделаем сравнительный тест-драйв. Из истории модели. Octavia оказалась очень привлекательной на нашем рынке. Это уже настоящий Volkswagen и по форме, и по содержанию. Покупка новой Skoda сегодня очень даже выгодное вложение. Но и на вторичном рынке, за 7 неполных лет в России, этих машин накопилось немало. Это говорит о том, что автомобиль достаточно ликвиден. Выбор у покупателя большой. Десяток двигателей, коробка механика или автомат, привод передний или полный, три уровня комплектации, не считая топовой версии Laurin & Clement и заряженной RS. Как говорится, есть женщины разные. Очень красивые, привлекательные. А есть те, на которых просто женятся. Так вот Skoda Octavia, это как раз та машина, которую покупают. Эта машина ориентирована на бизнесмена, средней руки, который в состоянии купить новый автомобиль, подчеркиваю, новый автомобиль, в ценовом пороге от 14 до 26 тысяч долларов. Вы можете выбрать для себя и очень простую машинку. То есть Skoda Octavia есть и с двигателем 1.4. Правда, в России она не поставляется, понятно почему. Вот. Есть 1.6. Но мы сейчас едем на Skoda Octavia 1.8 Turbo. Динамика у автомобиля до сотни. 8,5 секунд. Причем вы этого... Вы не почувствуете, как она набирает. И вот уже сотня. Но, если вам вдруг этого не хватает, то официальный дилер Skoda Auto, завод авторитет, за тысячу долларов всего, может зачиповать вам эту машину, и двигатель станет выдавать на гора 180 лошадиных сил. Из обычной Octavia вы получите Octavia RS. Но если вам и этого мало, то за несколько большие деньги можно увеличить мощность этого автомобиля до 250 лошадиных сил. Ну и покататься на стритрейсинге. Запросто причем. Тем более, что подвеска этого автомобиля позволяет делать и любые перестроения, и ездить по плохим дорогам. Тем более, здесь стоит российский пакет. И клиренс у этого автомобиля 17 сантиметров. Почти джип. Субтитры создавал DimaTorzok